Ну, практически весь гост, там полярная ночь, то есть там ничего не видно. Проблема в том, что зимой, да, то есть только замерзла и наступила ночь. Потом ночь закончилась, наступило лето. Ветра постоянные. Все ветра такие, что когда там фургал, не то что невозможно ничего видеть, технику сбывает. То есть вы можете себя выйти из вагончика, попытаться через 2 часа после начала в турге, обнаружить, что вы выйти не можете, потому что ее просто все зависло. Ну и в плане геофизики, конечно, проблема в том, что у вас вот это все замерзло, у вас темно, у вас ветер и пурга, а вам надо еще геофизику каким-то образом делать. И поэтому метод, который вы будете изучать в Арктику, он, конечно, такой очень серьезный. Вот как раз, в частности, хотели об этом поговорить. Я когда вас слушаю, я все время думаю, и зачем люди пытаются колонизировать Марс? Потому что у нас полно мест, которые по своим условиям, ну, можно сопоставить жизни на других планетах, да, но там, наверное, все-таки будет не так интересно. Все-таки наша планета, она поближе, и наша, тем более Россия, с 11 часовых поясов в арктических условиях. Анна Михайловна, подскажите мне, пожалуйста. Спасибо.